И снова здравствуйте! Сегодня, друзья, я хочу собрать большую коробку с цветами. Для этого взяла бирюзовых оттенков коробочку, круглую, большую очень. Для чего? Чтобы композиция была очень большая и объемная. Взяла розы, хризантемы и композиция будет очень нежная. Начнем. Чтобы было все красиво и аккуратно, мы обращаем внимание на то, что цветы должны быть все целые, нигде не должно быть поломанных ни листиков, ни цветочков, ни соцветий. Начинаем. Я беру капусту брасику, чтобы она была красивая, пышная. Мы все поправляем. Каждый листик. Она очень послушная. Можно с ней поиграться. И начинаем составлять. Берем сначала крупные объекты, то есть цветы, чтобы видеть в дальнейшем, что мы будем делать. Убираем ненужное. Также все это поправляем, чтобы было красиво. Она сразу увеличивается в объеме. Это очень заметно. Срезаем то, что нам не нужно. И начинаем обратно расставлять. Капуста бывает разных оттенков. Она бывает полностью салатовая, может где-то желтизной, где-то больше сиреневая. То есть она декоративная, очень красивая. И разных идет, разной цветовой гаммы. И в дальнейшем мы уже как бы видим, что мы хотим делать дальше. Если где-то что-то не нравится, нужно, можно будет где-то подправить. Так. Все. И начинаем дальше украшать. Я использую нежную эустому. Композицию. Убираю точно так же, как и в капусте. То есть и во всех цветах все не нужно. Чтобы все смотрелось очень красиво и эстетично. Продолжаем дальше собирать. Во время работы я прокручиваю композицию. Сейчас добавим немножечко хризантемы. Потом уже в дальнейшем будем видеть, что нужно дальше делать. Хризантемы. Очень много тоже ненужного. Все это счищаем. Все поломанное, все некрасиво, но убираем. И начинаем, продолжаем дальше собирать композицию. Точно так же хризантема бывает очень разных сортов. Бывает вот с такой серединкой, похожей на ромашку. И очень разная большая цветовая гамма. Бывает так же она одноголовая, круглая, как шарик. Вероника бывает и белая, и сиреневая, и фиолетовая, и розовая, и нежно-розовая. Она делает букет еще более воздушным. Я использую вместо зелени. Мне нравится, когда вот такие выглядывают штучки интересные. Красиво она смотрится еще и в свадебных букетах. Ее можно использовать. И она здесь немножечко сочетается с капустой-брасикой, которая есть у нас уже в коробке. Всегда, когда мы работаем с цветком, никогда не нужно дотрагиваться до самого цветка. То есть до головки цветка. Потому что мы его раним, он мнется и становится некрасивым. Стараемся все время держаться за стебель. Я заканчиваю. Осталось еще у нас чуть-чуть лент добавить. И еще, здесь я вот вижу, немножечко есть пустоты. И композиция наша, в принципе, готова. Привязываем красивый бантик. И наша композиция готова. Сейчас я вам ее покажу. Она, правда, очень тяжелая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова